все-таки решилась я зайти сюда на доскональный обзор конечно времени не будет просто я пройдусь и вот этот подсвечник 9 свечей ну 9 лампочек здесь можно стоять рассматривать читать про все откуда евреи появились здесь вот место их обитания откуда они пришли на эту территорию планы и вот время оккупации время истребления еврейского народа на русском не пишут ну ладно а сзади вот там есть тоже стенды с фотографиями все дома в которых заселили выселили из хороших квартир в центре города заселили здесь вот эти домишки в ладгальском предместе и потом водили на казнь сперва заставляли работать страшное фото страшное фото женщин перед казнью раздевали бог ты мой как это страшно война ведь сейчас еще страшнее будет не будет этих стрелялок из-за угла сбросят что-нибудь и все страх до слез страшно и жалко и обидно что такое на земле творилось эти все домики московского предместия многие из них кстати еще сохранены целые вот здесь тоже все написано мне нравится еврейская мелодия танцы такие знаменитая хаванагила и в одном из фильмов про мишку япончика по моему была показана свадьба еврейская а вот здесь по-русски что то есть предметы найденные при обследовании мест уничтожения людей бикингском лесу в риге до а вот руины большой хоральной синагоги в риге которые снесены после войны мимо проезжала как-то показывала вам там теперь мемориал сделан вот он открыт в прошлом веке девяносто третьем а вот это было здание еврейского клуба здесь размещался во время войны 105 полицейский батальон резервный сорок первый год руины молильни на старом еврейском кладбище молильна сожжена была тоже сейчас это старое еврейское кладбище даже немногие знают что это было кладбище там просто парк рядом улица проходит я берегу да мы как-нибудь обязательно придем мы посмотрим все прочтем отдельно сейчас меня юра уже ждет возле вагона вот квартиры риском гетто после акции уничтожения декабре и бекерниевском лесу сейчас там есть тоже мемориал там оказывается был рельсовый путь для подвоза горючего к месту сожжения трупов вот они в ожидании расстрела господи как же это бесчеловечно вот эти дома по моему да здесь вот высоткое здание это бывший уже в советское время построены как он называется когда военный госпиталь для военнослужащих и там эти домики сохранены видите и они здесь жили узники тоже ага а тут было видимо здание еврейского родильного дома и гинекологической больницы а в советское время я помню там было это лодзе 25 по моему был госпиталь вот этих людей ведут на работы работы были принудительными и вот такая улочка в гетто работали пока были силы кто ослабевал кто заболевал тех в расходы а здесь уже после изгнания нацистов на старом еврейском кладбище была проведена эсгумация тел вот оно старое еврейское кладбище здесь теперь не видно ни могил ничего но памятник стоит и вот в таких вагонах перевозили эти штутгарт аусвиц мюнстер хамбург лептик и вот здесь вот все все это надо будет пройти но на русском здесь нет записей прочитать дрезден нюрнберг отовсюду везли в первую очередь привезли вот именно с самой германии и из вены их поместили на месте бывшего имения маза юмправа я об этом рассказывала это рядом на берегу двины вот это первые были евреи откуда привозили его здесь смотрите по датам расписано имена кого привозили кто был расстрелян кто был уничтожен не как говорится никто не забыт ничто не забыто и очень хорошо вот румбола в румбол их привозили это бывшее имение маза юмправа на станцию шкира тава там на станции тоже сейчас памятный знак но там памятный знак шалатышей депортировали но ведь там и евреев привозили на ту же станцию а потом там где-то три километра гнали до румбольского лагеря вот такие вагоны сейчас мы чуть-чуть это наверное я отдельным роликом покажу потому что долго получается сейчас подниму все вагон это тяжелое место но историю нельзя забывать так оно было сейчас одену очки вот так их вагонами привозили это нацизм здесь списки их очень много этих списков разве можно уничтожать целый народ поголовно это страшно берлин рига один конец один билет вот так вот на такой площади вагона сколько людей было все выходим это я отдельным роликом покажу потому что не могу у меня ком в горле это страшно а впереди это пожарное депо одно из пожарных депо Риги все мы с этой стороны выйдем пойдем на рынок потому что там уже улица московская да лейпийский моряк Роберт Сиддлс в укрытии вместе со спасенными им ривы и зифтсон в первом ряду слева во втором ряду слева и своей подругой Тонией Пукшей вот она да были люди спасали а в женском монастыре который у нас на крещен барона монахини спасали тоже укрывали евреев которые готовили к расстрелу были люди с добрым сердцем нельзя уничтожать только за то что ты родился не в той семье по мнению гитлеровцев а вот участники сопротивления в Рижском гетто они живя в невыносимых условиях еще и пытались сопротивляться насколько у них хватало силы и стремления да вот в этом доме Лодзес 58 мы все время по этой улице едем Лодзес и я часто напоминаю о том что вот здесь проходило гетто Лодзес 58 находился тайник с оружием и вот еврейские полицейские которые тоже участвовали в сопротивлении фамилии холокост в Латвии а вот это уже в Саласпилском лагере евреи и мужчины из Германии Австрии Чехии в Саласпилском лагере на переднем плане комендант лагеря эсэсовец Отто Текимейер начало 42 года из-за нечеловеческих условий в нем концлагерь был прозван Белым Адом но это не тот детский лагерь а рядом был просто в поле люди вырвали ямы чтобы как-то укрыться от непогоды но там в основном военнопленные были вот прибытие в гетто евреев из Латвы вид рижского гетто а вот здесь была тюрьма в гетто где содержались нарушители порядка и вот он вид гетто улица а здесь привозили кузников для работы на складах увозили обратно в гетто после работы привозили на машине смотрю на бортовой вид рижского гетто никак не уйти отсюда просто тянет память и вот она Шкератава я рассказывала и показывала Шкератавский вокзал ну как вокзал там сейчас станция электрички останавливаются прибытие иностранных евреев на станцию Шкератава в декабре это как раз из Германии евреи из Вены и их переправляли туда через 3 километра пешком они шли в лагерь который был организован на месте бывшего имения Маза Юмправа вот вид малого гетто вот здесь главная улица рижского гетто виды и ограды малого гетто и гетто немецких евреев значит немецких евреев отдельно содержали а вот здесь показано как команда рижского гетто узников хоронит евреев убитых на улице гетто в день уничтожения 8 декабря 41 года на старом еврейском кладбище это иллюстрация вот иллюстрация Артура Ритова к запискам Эльмара Ривоша да сами узники их хоронили а вот тоже иллюстрация квартира в личном гетто после акции уничтожения да на этом ребята я закончу у меня больше сил нет это вообще бесчеловечно это не то слово и вандализм это не то слово я не знаю как еще сказать как люди могли людей и не считать вот так вот только за то что они другую национальность наше поколение нас вообще воспитывали в другом духе мы все были интернационалистами у нас в классе были люди дети разных национальностей но мы никогда никогда не интересовались кто какой-то национальности вот мое поколение именно так воспитывалось поэтому непонятно и непостижимо уму как так можно будьте здоровы ребята берегите себя трамвайчик двухэтажный экскурсионный прошел хорошего вам дня извините если я вас опечалила но об этом тоже надо помнить надо знать будьте здоровы до свидания вот ворота в гетто столб с фонарем вот так это и было и много-много фотографий тех кто погиб в те времена а здесь стенд про депортацию из западной Европы евреев иностранных евреев посмотрите они в каких вагонах сюда приезжали по сравнению с тем что я показывала и заходила это более комфортабельные вагоны местных из Литвы с Белоруссии с Украины привозили в тех которые я показывала а эти почти купейные вагончики так это будет дополнением хоть я уже и попрощалась вот такие и вот из каких городов число депортировалось Нюрнберг Штутгарт Вена Хамбург Кёльн Дюссельдорф Мюстер Ханновер Берлин все документировалось немцы любили документалистику они все подсчитывали сколько сняли ботинок сколько сняли обуви одежды все сортировалось все годилось куда-то да скрупулезный был народ ну а теперь вот такие были ворота вдоль улиц ограждения колючая проволока и вот фотографии сохранившиеся некоторых дети все они безвинные все они жизнерадостные они даже не представляли чем кончится их жизнь каким адом ой не могу это читать даже эти лица мы никогда не забудем не забудем не забудем Продолжение следует... Продолжение следует... Такой надрыв в душе. Поэтому еще раз прощаюсь с вами. Будьте здоровы, берегите себя. Помните, что жизнь наша, она одна. И она очень быстро заканчивается.